Встречу с общественностью Павлодарской области провел председатель Центрального избирательного комитета Нурлан Абдиров в рамках рабочего визита по регионам Казахстана. Представители ЦИКа обсудили реформы в избирательной системе, а также ответили на актуальные вопросы жителей региона. В Казахстане депутатский корпус Мажолиса будет формироваться по следующей схеме. 70% на пропорциональной основе и 30% на мажоритарной. Кроме того, смешанная модель будет внедрена на выборах маслехатов, областей и городов республиканского значения. Эти и другие инициативы предложил глава государства Касымжа Мартукаев в рамках реформирования избирательной системы Казахстана. Идею поддержали представители общественности и прелитышья. Об этом говорили в ходе встречи Нурлана Абдирова с населением. В рамках визита глава ЦИКа также ознакомился с ходом выборов в одном из сельских округов региона. Цель была посмотреть именно процедуру голосования, как проходят, есть ли наблюдатели на участке, все ли доступно для избирателя. Вот эти фрагменты, именно дня голосования, нет ли каких-либо нарушений, активно ли идут избиратели. Вот эти моменты процедуры голосования члены ЦИК смогли вчера увидеть в Женотлевском сельском округе. В ходе беседы главе ЦИКа обратили внимание на определенную отстраненность молодого населения Казахстана от выборов и незаинтересованность в этом вопросе. В свою очередь Нурлан Абдиров призвал лидеров общественных мнений регулярно общаться с молодежью, разъясняя важность участия в выборах. Когда молодые люди спрашивают, задают прям вопрос, в каком же зале сидят студенты, урза, студенты, колледжи, работающие, молодежь, вот, задают вопрос, как стать успешным. Вы посмотрите, какой вопрос задают. Или задают вопрос, чем отличается молодежь сегодняшняя от той молодежи, когда вы были молодыми. Они задают очень правильные вопросы. Со стороны местного населения прозвучали инициативы предоставления возможностей голосования не только по месту жительства, а также введения факультативных занятий в учебных заведениях Казахстана. Представители ЦИК подчеркнули, все предложения, поступающие от общественности, будут рассмотрены и изучены. Александр Логвин, Ирдис Акпарат.